глина прикупили меда о какой пятачок мокренький полотенцем не вытираться рекомендую привет с вами виконста что посмотреть на донбассе сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие в коньково это то место где человек заряжается энергией по-новому поэтому прямо сейчас зарядите энергией меня большим лайком а также в конце этого видео не забудьте написать самый креативный комментарий который поднимет этот видеоролик в топ ну что поехали дорога из донецка в коньково на автомобиле занимает не более полутора часа также с южного автовокзала ходят прямые рейсовые автобусы в это село тем кто ищет новые места для познавательно увлекательной поездки полезно и интересно будет посетить в коньково и целительные источники купель на всей протяженности пути где человеческий глаз не всегда обращает внимание на мелочи мы увидели остановку где нарисован медвежонок мишка талисман олимпийских игр нас окружали большие поля с пшеницей кукурузой подсолнухами где можно сделать очень крутые фото на память вдоль дороге есть рынки где люди продают собственноручно выращенные продукты и всякую всячину от овощей до очень вкусной домашней баранины мы себе купили майского меда трехлитровая банка вышла 1800 рублей попробовали действительно настоящий майский чуть позже мы встретили молодого бычка он отдыхал на полянке вместе со своим другом здесь же продолжает свой путь река кальмиус бытует ложный стереотип что донбасс серый и пыльный переполненные промо ходами и совершенно не привлекательный для гостей наша совместная задача разрушить это заблуждение у нас уникальная природа богатейшие черноземы недра таят несметные богатства но тут вмешался бычок и не дал мне продолжить этот рассказ пришлось идти успокаивать его не бойся о какой пятачок мокренький немного привычного вам отступления мы продолжили наш путь сразу же глазу примелькнулась остановка стенки и и были украшены различными мозаиками красиво получилось не так ли дорога к нашему месту была легкой и недолгой мы смотрели в оба любовались окружающей средой уже с нетерпением хотели добраться поскорее в коньково дорога в новозовск было прямо а мы свернули налево ну вот мы и добрались видел я в интернете это место замечательное думаю а почему бы не съездить себе оздоровиться набраться сил энергии ну и вам показать куда еще можно съездить на донбассе поля луга а там вдали коровы пастбища вот так живут люди в селах в принципе что рассказывать у каждого огород свои плантации мы занимаются домашним хозяйством может кто-то выезжает на работу куда-то в другие места пускаемся вниз видите здесь все облагорожено выглядит достойно я бы сказал каменистая везде местность и вот здесь наверное начинается сам источник давайте как раз водички наберем целебной вода холоднючая набрали бутылочку нескончаемые запасы воды мостик где вода ага вот мужская купель а вот это вот женская купель входят снимите обувь так переодеваемся ну что с богом тут круглогодичная температура воды составляет 10 градусов дуб захватывает говорить не буду вы я думаю сами все прекрасно увидите три раза окунуться куда можно вылазить кстати полотенцем не вытираться рекомендую а Я в начале видео сказал, что лайки ставьте. Не зря вы мне поставили уже, я надеюсь. Если нет, то обязательно не забывайте, они внизу находятся. Дыхание забивает. Классно. Вода действительно ледяная. Рекомендую всем. Дело в том, что я сейчас передаю свои эмоции, но на самом деле здесь все совсем по-другому. Поэтому если есть возможность, обязательно посещайте такие места. Ну а теперь давайте заглянем в женскую купель. Я вот сейчас стою, в принципе только покупался на улице. Градусов 22, может 23 в те дни. Ну я себя чувствую классно. Особенно как только вы выскакиваете с этого источника, то сразу же, конечно, вам холодно. Но немножко похоже становится теплее. Катя тоже решила окунуться. Дух забивает, поэтому можешь не разговаривать. Просто молча. Быстрее. Молчи. Ну как? Ну все. Теперь ты полна сил и энергии. Решила повторно. На третий заход идешь? Да. Давай, пока в айфории третий. Завершающий. И мне тогда два раза надо будет еще ополоснуться. Надеюсь, через экран вы тоже исцеляетесь полезными свойствами этой воды. Зашли мы обратно в мужскую купель. Так как Катя три раза окуналась. Ну придется мне три. Два. Сейчас небольшой перекур. Все сжимается. Дыхания никакого. Особенно если с головой. Понимаетесь? Ну и на третий заход. Самый полезный. Вот третий точно, ребятой, получился. Красота. Ну что вам еще сказать. Вы сами все прекрасно видите. Хотя вы сейчас сидите, может быть, даже в тепленьком месте. И не знаете, что здесь очень и очень холодно. Ни для кого не секрет, что вода обладает целебными свойствами. А также помогает держать тело в тонусе. После купания я получил массу адреналина и какое-то внутреннее спокойствие. Эмоции переполняли меня. Было очень круто. Выехали мы с родника. И я вам хочу еще немного показать саму церковь. Вот так выглядит село. Обычное село. Я думаю, таких сел очень много. В принципе, что вам тут показывать. Детвора гуляют. Все по-простому одеты. Чем они тут занимаются? Ходят по селу. Гуляют. Что тут еще делать? Вот, кстати, вот эта церковь старая. Ее немножко к ладу приводят. Но, к сожалению, сегодня она уже закрыта. Но внутри обычный храм. Село, чем мне нравится, так это наличие качественных своих домашних продуктов. В селе купите тоже мясо, либо сало. Это совсем другой вкус. Оно кардинально отличается. Вы такое в магазине вообще никогда не найдете. А тем более в супермаркете. Такие небольшие ходки. Домик. Что там еще нужно? Два котика сидят. Засадили кукурузой. А вот, кстати, старый дом. Из соломы. А сверху накрыто камышом. Глина. Да такие раньше дома делались. Ну, здесь обустроили кто-то себе жилье. Вечерком выпивает. Ну, а так вот, представьте, с каких раньше кирпичей делались эти дома. Глина. Солома. Так они были какие теплые. В принципе, дом сам небольшой. Я не знаю. Разделен он был всего на 4 части. Одна, вторая, третья, четвертая комната. Вот здесь, скорее всего, что крышу перекрыли. Ну, вот так живут в селах. Дома, конечно, интересные. И стоит до сих пор. Сколько ему лет, я не знаю. Но сам факт тот, что стоит. Это здесь поновее немного дом. Видели, какие фрески, мозаики? Тоже имели дело специалисты. Со вкусом подходили к ремонту. Красные каемки. Ободки на окнах. Вот вам и село. Заваленная уже хата. Это, наверное, сделали как раритет. Магазин. Там везде слева, справа коровы. Свято-Преображенский храм. Трапезная. Здесь осуществляли трапезу. Не знаю, все закрыто. Село, в принципе, это не сильно большое. Но здесь есть, что посмотреть. О, детвора рвет. Абрикосы. Кстати, уже время абрикосов настало. Смотрят с удивлением. Быть может, потом, когда-то, узнают, что они уже на ютубе. Ну, я думаю, продукты здесь, как и везде, только не в таком количестве, как в крупных городах. Видите, в селе калитки не закрываются, потому что знают, что никто чужой не войдет. Совсем другая жизнь. Как ни крутите. Тоже вот хата еле стоит. Заброшенная. Две трубы какие-то. Может, воду раньше набирали. Фермы. Скорее всего, что может быть, разводили здесь хозяйство. Ну, а сейчас, как видите, все закрыто. Но большинство людей с сел стараются выезжать, переезжать более в крупные города, так как в селе здесь какая может быть работа, кроме как на огородах. Ну, и домашние животные разводить, чтобы, прежде всего, поесть. Ну, и может, что-то вывезти, куда-то продать. Поля подсолнуха. Шляпки разворачиваются в сторону солнца. Здрасте. А почем дыни? По 60. А вкусные? Местные, полная, классные. Ходите там по поводу. А кто это вообще привозит их? Это мы сами выращиваем. А, вы сами выращиваете? Вот Покша, но она там дальше дыня посадила. Ну, дайте нам штучки 4 таких хорошие. Пойдете туда, там у меня на витрине красивые. Отборные. Здравствуйте. А что-то я буду показывать. Вот, это она просто в земле лежала. Так она. Угу. Красненькая, хорошая. Вроде бы это 2 килограмма, да? По 60, да? По 60, да. Помидоры домашние, огурцы. А помидоры в какую цену? Все и 75 такие розовые. Это розовый бизон. Я не знаю, как он называется, но видите, почему 75? Потому что вот так он смеет. Потресканный. Да. А те идеальные. Это вообще оранжевые. Да, такие они сладкие, сочные. Смотрите. 460 рублей. Ага. 460. И дайте еще, наверное, сколько? Штут 5 помидоров? Как раз на килограмм идет штука. А у них одинаковая цена? Цена одинаковая. Я беру такие-такие, так красиво в салатах. Давайте. Штучки 3 таких и штучки 2 таких. Хорошо. 460 получилось, да? И тут 100 рублей. Да. 560. 560. 10 рублей вам, да? Если есть, можно. Спасибо большое. Сегодня мы побывали в селе Коньково на источнике. Также не забывайте отмечать в комментариях другие интересные места на Донбассе, в которых, быть может, мы обязательно побываем. Ну, а с вами был Виконста. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон»